И продолжая нашу секцию про обезболивание, о безопасности применения нестероидных противовоспалительных средств при хроническом болевом синдроме, Сидоров Александр Вячеславович, доцент кафедры фармакологии, заведующий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии Рославского государственного медицинского университета, главный научный сотрудник Федерального научно-практического центра палиативной медицины Сеченовского университета. Прошу любить, жаловать. Большое спасибо, Гузель Рафаиловна. Добрый день, коллеги. Ну, тема обозначена. Моя задача сегодня в красках, в слайдах, в доказательствах рассказать о том, напомнить о том, что НПВП не настолько просты, как мы их понимаем и самое главное, как мы их применяем. Вот, вспоминая доклад Гузель Рафаиловны, кетарол, деклофенак и ежесними. У нас здесь, мы действительно не обделены этой группой препаратов, вот только по международным и непатентованным в России. Я скажу, практически все, что есть в мире из НПВП, есть в России, за некоторым исключением, причем это связано даже больше со временем. Мы должны понимать, что совершенно четкое разделение на анальгетики, антиперетики, это два препарата и классические НПВП, это не только с точки зрения эффектов, вот они здесь представлены, но что очень важно, вот по теме сегодняшнего разговора и по безопасности тоже. Для анальгетиков чистых метамизола и парацетамола мы должны помнить о органотоксических эффектах, да, мы их помним, метамизол это кровь, парацетамол это печень. А вот для НПВП характерны не только органотоксические, ну здесь, наверное, прежде всего надо вспомнить опять же печень, остановлюсь на этом попозже, но и просто гландинзависимые периферические эффекты, вот это вот самая триада, о которой говорят гастроэнтестинальные, нефротоксические, ренальные, да, и кардиоваскулярные побочные эффекты. Три кита, которые составляют безопасность любой фармакотерапии, в том числе и терапии болевого синдрома, это нежелательные реакции, которые есть у любого препарата, нет препарата без нежелательных эффектов, все зависит от того, в какой дозе применяется препарат, выраженность этого побочного эффекта. А также сопутствующие заболевания, это очень важный аспект для конкретно наших пациентов. Ну и, соответственно, неблагоприятное лекарственное взаимодействие, если пациент по поводу своего сопутствующего заболевания принимает еще какие-то другие препараты. Я буквально коротко остановлюсь на классических неопиоидных анальгетиках. Это метамизоле и парацетамоле. О метамизоле у нас принято бояться агранулоцитоза. Правильно, что принято бояться, но со временем стало понятно, что риск агранулоцитоза в 70-е годы 20-го века был сильно завышен. Сейчас считается, что риск меньше 1 на миллион случаев применения. И, тем не менее, инструкцию к метамизолу никто не заменял. Непрерывный курс метамизола перорально-инъекционно не должен превышать 5 дней, к сожалению. Учитывать в том числе дозу максимальную суточную, в том числе в комедированных препаратах. Но это вот притча о языцах, в баралгинах, где анальгетамизола может быть больше. Я показываю метаанализ немецкий. Не такой уж он и свежий. И хотел бы акцентировать внимание вот на этих зеленых буквах. Не про эффективность, опять же, тема сегодня про безопасность, а про именно переносимость. Вот немцы провели анализ нескольких исследований. К сожалению, всего лишь из отобранных 4 исследования вошло в этот метаанализ и обзор. Частота нежелательных явлений не выше, чем на терапии плацебо, НПВП и у морфина, у метамизола. Это ремарка о том, что риск гранулоцитоза действительно существует. И не надо применять препарат у пациента с анамнезом соответствующим гематологическим. И еще хотелось бы сказать, не стал писать на слайд, патогенез этого побочного эффекта сейчас рассматривается немножко в другом аспекте. Если раньше считалось, что это некая идиосинкразия, то есть она вот возникла у человека вдруг при первом применении, значит, вот есть у него такая реакция. Сейчас эта реакция иммунологическая. То есть если пациент когда-то в прошлом анальгин переносил хорошо, это не значит, что он будет всю жизнь его хорошо переносить, к сожалению. Особенно если речь идет о высокой дозе. Парацетамол. Парацетамол метаболизируется в большинстве случаев, ну, в большую часть его дозы глюкаронизации или выводится в неизменном виде с помощью, соответственно, печени и дальше почек. Но небольшая его доля метаболизируется вот в этот токсичный метаболит N-метилпарабензахинонимин, который повреждает печень, вызывает некрозгепатоцитов. И вот на наше счастье в печени живет глутатион, который мы получаем с белковой пищей, фактически именно кислота. И он является, ну, как бы вот тоже таким конъюгатом, как и глюкароновая кислота, ну и, соответственно, обезвреживает этот самый токсический продукт. Вот у детей такого не происходит образования, потому что, собственно, из неразвитых цитохромов весь парацетамол обезвреживается вот таким вот образом. Глюкаронизация и выводится в неизменном виде. Поэтому для детей вот немного препаратов более безопасных, чем для взрослых. Это как раз парацетамол. А у взрослых цитохромы работают, вот эта вот дальняя от меня веточка, и образуется токсичный метаболит, который нужно обезвреживать. И в большинстве случаев все происходит нормально, если не некоторые факторы риска. Среди факторов риска вы видите белковая недостаточность, голодание, кофексия или прием алкоголя. В общем, все то, что увеличивает продукцию этого метаболита, либо же не хватает этого самого глутатиона, ну, например, при недостатке белка в организме, который бы обезвредил этот токсичный продукт. И вот оно, повреждение печени, вот оно, циталитический синдром, да, что проявляется повышением концентрации ферментов печени. Ну, вы знаете, что за рубежом парацетамол любят сильно больше, чем у нас, причем даже в палеотиве. Правда, последние метаанализы даже зарубежных наших коллег убедились, что парацетамол, ну, по крайней мере, к морфину ничего не добавляет, а только вот опасен в плане токсичности. Это все случаи острой печеночной, не хронической, острой печеночной недостаточности, которые возникли вот в Америке, они проанализировали, и на первом месте парацетамол. Как вы видите, с сильным отрывом от остальных причин, там, гепатитов и прочих. Поэтому, да, пристальное внимание. Два исследования небольших, которые на тему гипотоксичности и парацетамола. Это 20 пациентов с патологией печени, причем печеночная недостаточность, тяжесть не приводится, но, тем не менее, это пациенты. Парацетамол в высшей суточной дозе, 2 недели, не выявлено значимых изменений в печеночных пробах. Может быть, это связано с тем, что у этих пациентов метаболизм парацетамола происходит в печени минимальным образом, да, потому что стахромы не работают. Поэтому, собственно, не случилось. А вот другое исследование. Это 145 здоровых добровольцев. То есть печень работает, это не пациенты, это здоровые добровольцы. И частота повышения уровня АЛТ, печеночные пробы, да, она, соответственно, практически вот в 3 пациентов превышала 3 верхние границы нормы. То есть, да, происходил цитолиз, да, фермент из печени выходил, и это, соответственно, критерий цитолитического синдрома при применении парацетамола. Ну вот если посмотреть иллюстрацию, плацебо, парацетамол и парацетамол в комбинированных препаратах с опиоидами. Там было 3 препарата с опиоидами, где парацетамол вместе в одном таблетке, допустим, там парацетамол с оксикодоном, ну и так далее. Видите, вот эти вот средние синенькие кривые, ну явно выше, да, уровень АЛТ на плацебо не изменяется, а вот при приеме парацетамола у здоровых добровольцев количество АЛТ в крови сильно растет, то есть цитолиз происходит. Теперь, собственно, про НПВП. Ну вот триада гастроинтестинальные, кардиоваскулярные, нефротоксические, ну и здесь уж традиционно еще и органно-токсические печень, да, повреждения. То есть, соответственно, четыре группы побочных эффектов, одна из которых чисто вот такая не просто гландиновая, а органно-токсическая. Начнем с желудочно-кишечного тракта. Он очень важен для нас, как мы все понимаем, да, в том числе для наших пациентов, который может быть поврежден у них. Все развивается по разным сценариям, от диспепсии до энтеропатии. Вот на энтеропатиях мне бы хотелось сегодня сделать отдельный акцент, но без верхнего отдела не обойтись, да. Посмотрите, практически все НПВП повышают риск развития серьезных побочных эффектов со стороны верхних отделов. Верхние отделы желудок и двенадцатиперстная кишка. Пищевод здесь не фигурирует. Причем даже коксибы повышают риск этих побочных эффектов. И мы с вами понимаем, что коксибы противопоказаны при обострениях, например, гастрита или приязные болезни, потому что они не защищены абсолютно от того, чтобы не поражать верхние отделы. Самый эффективный способ предупредить, мы тоже это знаем, это ингибиторы протонной помпы. Вот метаанализ, один из последних, позволяет снизить риск развития НПВП-индуцированных гастродональных язв, смотрите, на 50-80%, достаточно много. Да, это действительно сейчас самый эффективный способ защитить пациента, получающего НПВП, от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Причем даже маленькие дозы, это вот под анализ, даже маленькие дозы работают, и назначать большую дозу не требуется. И я бы даже сказал, не нужно, эту тему мы дальше разовьем вот в этом побочном эффекте. Так уж приходится пересекаться с эндоскопистами, поэтому вот, ну, такие картинки они показывают обычно на своих конференциях. Речь идет об НПВП-ассоциированной энтеропатии, то есть поражении тонкой кишки. Все, что дальше двенадцатиперстной, да, тощая подвздошная кишка. Очень долгое время это было недоступно глазу. Как только стало возможным такие технологии, как видеокапсульная эндоскопия, я не говорю про наших пациентов, я говорю вообще, да, у кого трудности диагноза. И стало возможным увидеть воочию слизистую оболочку тонкой кишки. Ну и, соответственно, стало понятно, что да, она поражается. Вот за стрелками показаны язвы, да, продольные язвы, циркулярные язвы. И вот эта вот циркулярная язва на верхнем слайде, да, или на верхнем ряду, или на нижнем ряду, она потом может закончиться диафрагмоподобной стриктурой. То есть, ну, фактически сужением кишки и развитием в том числе симптомов вот этой вот верхней непроходимости. Патогенез этого состояния сильно сложнее, чем поражение слизистой желудка, например. Поскольку здесь, кроме вот этих просто гландинов, прямого повреждающего действия на слизистую со стороны лекарственного препарата, есть еще прекрасная флора, которая живет в тонкой кишке. Здесь не только геликобактер несчастный, недобитый, да, а здесь вообще большой спектр. И НПВП вызывают дисбиоз. Скажу заранее, ингибиторы протонной помпы, которые применяются вместе с НПВП, этот дисбиоз усиливают, поскольку они выключают кислотность желудка. И они реально вызывают, ну, скажем так, разнонаправленные изменения нормальной микробиоты, если она еще там живет после, например, химиотерапии. Ну, определенное количество микробов в кишке всегда живет, даже их ничем оттуда не увести, но изменяется их соотношение. Ну и, соответственно, развивается такая штука, что эти микробы ненормальные в большом количестве появляются, нетипичные для тонкой кишки. Они вырабатывают разные ферменты, среди которых бета-глюкоронидазы, которые, соответственно, вызывают деглюкоронизацию НПВП, образование вторичных, более токсичных желчных кислот. Ну и они, соответственно, вот эти вот факторы усугубляют повреждение тонкой кишки. Дальше включается иммунная система, развивается воспаление, ну а вследствие воспаления развивается язвая эрозия. Да, все вроде закономерно. Проявлять себя энтропатия может никак, то есть даже наличие язвы тонкой кишки никак себя не проявляет клинически. Она может себя проявлять скрытым кровотечением. Ну и, наконец, вот да, вот если идти совсем уж дальше, может образовываться эта самая структура, на которой я еще разочек сделаю акцент, поскольку это очень серьезно нарушает, соответственно, ну, пассаж кишечного содержимого и может вносить вклад в вот те симптомы. Маль-дегистии, маль-абсорбции, ну и, соответственно, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Вот была циркулярная язва на этой фотографии, а дальше она уже превратилась, собственно, в структуру. То есть склероз развивается и стягивается вот этот вот просвет тонкой кишечный, и, соответственно, пассаж нарушен. Самое печальное заключается в том, что ингибиторы протонной помпы не защищают пациента от этого побочного эффекта. Они его даже по современным представлениям повышают. А почему? Потому что они дополняют, видимо, вот этот вот самый дисбиоз. Вот безопасный коксиб с плацебо и срабиопрозолом. Речь идет о эндоскопии тонкой кишки в визуально подтвержденных повреждениях. Посмотрите, больше, чем в два раза это происходит. То есть, резюмируя, вы назначаете с благими намерениями ИПП пациенту, получающему диклофенак или, не дай бог, кетарол, да? Да, желудок защищается, тонкая кишка повреждается еще больше. Это относительно такой новый метаанализ и обзор в картинках. Опять же, ингибиторы протонной помпы сами по себе, а особенно на фоне НПВП, вызывают риск кишечного кровотечения. В основном за счет тонко-кишечного кровотечения. Колоректальное кровотечение тоже увеличивается. То есть, оно же не возникает ниоткуда. Оно возникает из-за повреждения слизистой. Это вот к вопросу о том, что есть такое опасное. Насколько это часто встречается, это следующий обзор. И, коллеги, я вот здесь вот не оговорился еще ни разу, речь не идет о паллиативных пациентах. Вот паллиативные пациенты не участвуют в этих исследованиях, они всегда являются критериями исключения. Это более чем сохранные пациенты с хроническими заболеваниями, ревматическими, неврологическими, но не паллиативными. И даже здоровые добровольцы. Вот все, о чем я говорю, я вам не могу привести статистику, вот насколько часто развивается антропатия у паллиативных пациентов. Я даже сомневаюсь, делают ли таким пациентам где-нибудь видеокапсульную эндоскопию. А что сделать мне нужно? Вернуть вот этот вот. Циферки очень разные. Причем, посмотрите, это не совсем для нашей аудитории, может быть, да, для кардиологов, когда пациент принимает маленькую дозу аспирина, ну, в профилактических целях. И тем не менее, смотрите, какие проценты повреждения тонкой кишки. Но дело в том, что принимает он каждый вечер или каждое утро, да, вот эти вот 75-150 миллиграмм аспирина, да, кардиомагнила, АСК и так далее. Следующий момент – это кардиоваскулярные. Здесь очень много споров до сих пор ведется. Ну вот, один из самых крупных мета-анализов, на которые всегда ссылаются, в котором сравнивали коксибы и традиционные НПВП, насколько увеличивается риск серьезных кардиоваскулярных событий. То есть речь идет об инфаркте и инсульте. То есть это тромбозы. И конкретно коронарный тромбоз. Вот коксибы, деклофенак. Самым выигрышным в этом аспекте является напроксен. Мы его на самом деле не так уж часто применяем, но кардиологи любят напроксен именно вот за то, что он как бы очень сильно похож по действию на тромбоциты, так как на них действует АСК. Поэтому с точки зрения тромбозов вроде бы как напроксен он безопасный. И он фигурирует в рекомендациях по выбору препарата у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Ну, дело все в том, что помимо тромбоцитов, все НПВП, причем все и современные, и традиционные, они влияют на циклооксигеназы обе. Она живет в эндотелии и, соответственно, нарушается продукция антитромбоцитарных факторов, простостеклинов. То есть эндотелий становится более тромбогенной. Ну и развиваются, соответственно, тромбозы. Особенно если эндотелий поврежден. Ну, например, у пациентов с сахарным диабетом все сосуды повреждены или атеросклерозом, да, опять же, ИБС. Это, соответственно, больше риск. Это в том числе и наши пациенты. Но все становится совсем печально, когда речь идет о задержке жидкости, натрия и риске декомпенсации ХСМ. Ну, здесь уже все препараты хуже, чем плацебо. Они увеличивают риски, причем вот риски увеличиваются в разы. Не на проценты, а в разы. Буквально, опять же, ну, немножко иллюстрации более современных, когда анализируются массивы данных. И эти риски анализируются. Вот все препараты НПВП примерно на 19% увеличили. Отнопроксена 16% до кетеролака нашего любимого 83%. Это немножко другие данные, но речь идет не о разовом увеличении, не в разы, а на проценты. Но тоже статистически достоверно, да. Особенно, если применяются удвоенные, особенно, если применяются очень высокие дозы, риски удваиваются. И вот здесь вот, опять же, нижняя строчка, диклофенак, и в том числе и коксибы. В этих метаанализах целикоксиб был ни при чем. Вроде бы как он не повышал эти риски и был такой весь молодец. Отдельное исследование касается пациентов с сахарным диабетом. У них эти риски повышаются существеннее, да, потому что у них поражен эндотелий. И опять же здесь вот прием любого НПВП, особенно совсем пожилыми пациентами, особенно пациентами с диабетом и пациентами, которые, ну, ранее не принимали. Имеется в виду 120 дней до включения в анализ, они не принимали. На самом деле сложно представить, что человек никогда в жизни не применял НПВП, да. Ну вот, это математика. Самое главное для нас это пожилые пациенты и пациенты с диабетом, да, они более подвержены этому риску. Очень много кардиальных побочных эффектов развивается от НПВП в связи с тем, что они влияют на почки. Ну и отсюда же и нефротоксичность. Просто гландины есть в почках, и они участвуют в секреции калия и в реабсорбции натрия. Если это дело нарушить, то можно, соответственно, в организме задержать натрий и калий. Ну а за натрием вода, отеки, декомпенсация сердечной недостаточности, ну и так далее, да. То есть это вот физиология, а красным это так, как действует препарат, да. Почему, собственно, повышаются эти самые риски. И помимо, собственно, увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с почечным генезом, есть еще и прямое повреждение почек и влияние даже на печень, о чем дальше. Поэтому для анальгетиков с осторожностью в преддиализную стадию, а для НПВП все гораздо серьезнее. На стадии до преддиализной даже, то есть когда скорость клубочковой фильтрации еще больше 30, здесь доза стандартная, но вот уже меньше 30, это вот когда преддиализ и диализ, здесь большинство противопоказано. Есть исключения, но это вот если вот резюмировать, то это выглядит примерно так. С печенью органотоксичность, да, НПВП метаболизируется с атохромами практически все, и НПВП очень сильно связывается с белками плазмы, которые синтезируются в печени. Поэтому если печень с выраженной недостаточностью, да, то есть ее функция сильно нарушена, это БЦ по ChildP, например, концентрация НПВП, применяемого в терапевтической дозе, в крови будет очень высокой. И отсюда увеличиваются их побочные эффекты. Эти самые риски, да, риски со стороны увеличения печеночной энцефалопатии, если есть гепатеринальный синдром, риски увеличения кровотечения и риски неэффективности диуретиков при асците, потому что, ну, тяжелая патология печени, цирротическая, например, да, или метастатическая, она, соответственно, с асцитом связана. Ну, про патогенез этих симптомов давайте пропустим для ускорения, да, чуть-чуть. И про конкретно препараты. Парацетамол, метамизол, они разрешены, но с осторожностью. НПВП при тяжелой печеночной недостаточности желательно избегать. Речь идет об их метаболизме и речь идет о недостатке белка. И о непредсказуемом увеличении, ну, в частности, риска кровотечений, да, всего остального. Вот это табличка из клинических рекомендаций, о которых сегодня много вспоминали. Здесь речь идет о стратификации риска. То есть, у каких пациентов наиболее вероятно развитие побочных эффектов со стороны ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Обратите, пожалуйста, на нее внимание, это в приложении. И рекомендации, что можно и нужно сделать, и, может быть, рассмотреть другой вариант обезболивания, а не НПВП. И вот обычно такие таблички приводят по выбору. Вы ее, конечно, где-то видели. У кардиологов, ревматологов, у неврологов. Они очень похожие. Мне хотелось бы здесь подчеркнуть вот что. Когда речь идет о риске со стороны желудочно-кишечного тракта, речь идет о желудке и двенадцатиперстной кишке, к сожалению. Вот эти риски не охватывают риск со стороны тонкой кишки. Это вот надо понять. Пока в современных рекомендациях это нигде не оговорено, но предполагается вот это. К сожалению, так. Потому что тонкая кишка, она совсем играет иначе. Ну и в заключение коротко о лекарственных взаимодействиях. Лекарственные взаимодействия НПВП известны. Я не рассматриваю применение двух НПВП. Это так не должно быть. Вот если опиоиды вместе могут применяться, длительно действующие, коротко действующие, то два НПВП вместе применяться не должны. Это сильное увеличение риска со стороны нежелательных эффектов и совершенно практически не увеличение эффективности терапии. Но есть другие препараты, с которыми возможны эти самые взаимодействия. Вот та колоночка повышения риска сердечно-сосудистых осложнений в связи с тем, что НПВП ухудшают, уменьшают действия, в том числе кардиологических препаратов, или, наоборот, повышают токсичность сердечных гликозидов, например. Они борются с белками крови за одно и то же место. И риски желудочно-кишечных кровотечений, соответственно, поражения со стороны желудочно-кишечного тракта. И вот здесь, кроме понятных вроде бы глюкортикостероидов системных, есть некоторые препараты, которые уменьшают образование протрамбина, например, вольпроевая кислота, и поэтому кровь хуже свертывается. И есть, ну, вроде бы понятные антиагреганты, антиакогулянты, и нам интересны селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, флокситин и товарищи. Дело всё в том, что, ну, про серотонин опять же мы сегодня вспоминали, да, вспомним немножко с другой стороны. Серотонин – это стимулятор агрегации тромбоцитов. И серотонин заходит в тромбоцит с помощью этого же самого переносчика, ровно того, который работает в нейронах. Поэтому если мы блокируем нейроны и, ну, с желанием накопить серотонин и полечить депрессию, мы должны думать, что то же самое мы блокируем в тромбоците. И тромбоцит объединяется с серотонином, а значит, он будет хуже агрегировать. Особенно вот когда речь идёт о применении в сочетании с какими-то другими лекарственными препаратами. Вот НПВП плюс какие-нибудь ещё антикоагулянты помимо антиагрегантов. Ну и в качестве, наверное, резюме опять обращусь к нашим любимым выстраданным рекомендациям. И вот к этой вот нижней строчке. При любом процессе, при любом заболевании, палеотивном, непалеотивном НПВП, должны применяться минимально коротким курсом в наименьшей терапевтической дозе. И самая последняя строчка, о которой нам часто говорят наши зарубежные коллеги в разборе случаев, что для многих, ну или по крайней мере некоторых пациентов, всё-таки опиоиды даже более безопасная альтернатива, чем НПВП. Вот о чём мне сегодня хотелось вам ещё раз напомнить, что НПВП не так просты, как мы их себе иногда представляем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»